Экология и бытовые отходы не влияют на развитие раковых заболеваний. Так отметили эксперты, которые собрались сегодня в правительстве Ярославской области на заседании Общественного экологического совета. Главная тема встречи это обсуждение возможного взаимодействия правительства региона с правительством Москвы по вывозу твердых бытовых отходов. Как и планировалось ранее, были выслушаны мнения каждого представителя общественности, экспертных сообществ и врачей. По результатам встречи было принято решение о создании рабочей группы по мониторингу состояния полигона Скокова, проверке документации и влияние отходов на экологическую обстановку. По результатам общественного обсуждения будет принято соответствующее решение. Для нас очень важно сегодня сформировать рабочую группу и в течение, может быть, какого-то времени, недели, может быть, не больше, подготовить такое комплексное заключение вообще о самом проекте, который собираются реализовать здесь, в Краснодарской области, и положить его на стол проекта области. Я думаю, что оно могло бы звучать очень убедительным аргументом в пользу принятия того или представленного иного решения. В мнении обывателя есть все-таки, что экология оказывает огромное влияние на здоровье человека, тем более на развитие онкологических заболеваний. На самом деле это не совсем так. По данным Всемирной организации здравоохранения, экология находится лишь на четвертом месте в списке причин развития онкологических заболеваний. Первое место, все-таки первые два места занимает возраст населения и условия жизни, работы, имеется в виду питание, имеется в виду условия труда, сон, нагрузки и прочие вещи, в том числе и вредные привычки. Напомню, из-за сложившейся ситуации с утилизацией мусора в столичном регионе правительство Москвы вышло к руководству Ярославской области с просьбой о помощи в размещении отходов на полигоне Скокова. Вопрос был решен обсуждать с общественностью, выслушав все мнения. Как отмечает заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов, решение будет принято только после комплексных обсуждений. Как отмечают эксперты, сейчас полигон Скокова заполнен отходами четвертого класса опасности менее чем на 50%. Размещение бытового мусора из столичного региона носит временный характер и речь идет о 200 тысячах тонн в год. А если решение будет принято, то Ярославская область получит 500 миллионов рублей. Эти деньги позволят укрепить производственный потенциал полигона, повысить экологическую безопасность нашей области, а также построить вблизи Скокова мусороперерабатывающий комплекс. Если принимать такие отходы в течение года, то остаточная емкость полигона уменьшится всего лишь на 4%. То есть объем по сравнению с остаточной емкостью незначительный. Ориентировочный грузопоток в регион при таких объемах составит порядка 15-20 машин ежедневного трафика. При пропускной способности нашего полигона весовой, в котором имеется порядка 120 машин. Половина полигона свободна и мы имеем техничную возможность принять отходы Москвы. Вопрос в том, что нам необходима дополнительная техника, чтобы обеспечить необходимую технологию размещения этих отходов. Ее обещают обеспечить в тех объемах финансирования, которые заложены. Эта техника вся учтена. Продолжение следует...